Найти работу мечты и дать старт карьерной лестнице. Молодежная ярмарка вакансий стартовала 13.00. Программист, учитель, медсестра, бухгалтер, слесарь, водитель. Молодежи сегодня есть из чего выбирать. На площадке представлено более 500 рабочих мест. Выгодные условия работы предлагают более 10 организаций республики. Среди них есть швейная фабрика, реак, газпром, птицекомплекс Южный. Особенность ярмарки в том, что здесь подобраны вакансии, отвечающие за просы молодых людей, не требующие специальной подготовки и опыта работы. На работу устраиваются. Особое внимание молодых людей привлекает первый павильон. Здесь рабочие места предлагает филиал Федерального агентства недвижимости «Этажи». На данный момент в компании в связи с расширением требуется пять специалистов по работе с недвижимостью. Требования к соискателям – коммуникабельность, стрессоустойчивость, амбициозность. Взамен – достойные условия работы. Полное бесплатное обучение, постоянное развитие, профессиональный и личностный рост. Идут бизнес-тренинги по юриспруденции, по ипотеке, по налогообложению, по всем тем вопросам, которые будут касаться работы специалистов по недвижимости. Еще одно федеральное агентство готово заполнить свободную строку в трудовой молодых соискателей. Компания «Максимум» работает на рынке образовательных технологий. Сейчас в поисках 40 специалистов по всем предметам. И одного, кажется, уже нашли. Сулейман Аздуев по профессии программист, заинтересованный предложениями компании, заполняет анкету соискателя. Мы сейчас обсудим все, мне посоветуют разные вакансии, и, соответственно, будем уже дальше вместе работать. А пока вы не в курсе, какие вакансии и места предлагают? В основном на учителя и преподавателя. В колледже на информатику и математику. Выгодные предложения у одного из самых успешных предприятий не только в регионе, но и в стране. Реак – производитель высококачественного алюминиевого профиля. Работа с новейшим оборудованием в команде уникальных специалистов. Соцпакет, достойная заработная плата, официальное трудоустройство и бесплатное обучение на заводе. Слесарь, ремонтник нам нужен, нам нужен оператор пресса, нам нужен прессовщик, кладовщик, навещик. Нам нужны люди с экономическим образованием для работы в офисе, это как бухгалтер и менеджер. Прошелся по павильонам и заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов отметил высокую организованность площадки и пообщался с работодателями. Есть места с зарплатой от 25 тысяч до 190 тысяч рублей. Конечно, это соблазнительная зарплата, особенно то, что выше 100 тысяч рублей, но очень много вакансий в пределах 30 тысяч рублей. Это ниже той средней заработной платы, которая сложилась в нашей республике. Поэтому, обходя павильоны, я предлагал работодателям пересмотреть отношения к социальным пакетам, к той заработной плате, которая платится на предприятиях. У ребят также есть возможность начать свою карьеру в одной из крупнейших и самых стабильных компаний в России и мире – «Газпроме». Руководитель Ингуш-регион «Газ» делится, что периодически появляется необходимость в обновлении кадров. В организации 10 вакантных мест, контролеров, несколько штатных единиц на водителей и не только. У нас есть вакансия экскаваторщик, слесарь по ремонту и обслуживанию водопроводов, мастер ВДГО, также слесарь по ремонту, электросварщик есть вакансия. Наша организация, опять же, представляет стабильный социальный пакет. Для молодого работника это большой плюс. Мы не предъявляем претензии, если, например, это слесарные работы, мы не предъявляем претензии по поводу образования. Мы можем обучить работников, у нас есть грамотные мастера. Опять же, заработная плата у нас фиксированная, нет у нас задержек. Организатор ярмарки – Комитет по делам молодежи Ингушетии. Цель – создать площадку, где работодатель и соискатель могут найти друг друга. Такое мероприятие впервые провели в прошлом году. Тогда удалось трудоустроить около 70 человек. Инициативу поддержал глава Ингушетии и рекомендовал сделать ярмарку ежегодной. Мы со своей стороны хотели бы дополнительные мероприятия делать с добавкой слова «молодежный». Стараемся, по крайней мере, предложить такие вакансии, которые будут интересны, более интересны подрастающему нашему поколению. Это выпускники или студенты наших средне-специально-образовательных учреждений или высшего образовательного учреждения. Соискатели в основном молодые люди от 18 до 30 лет. Среди них студенты колледжей, которые в поисках работы и подработки. Специалисты, желающие сменить действующее рабочее место. И те, кто уже получил диплом и ищут возможность для самореализации. Два павильона из десяти занял Центр занятости на Зране, который презентует предложение платформы работы России и агентства вакансий работы 06. Каждый из них предлагает более ста вакансий. Нам на данный момент требуется порядка 50 человек с хорошей дикцией. Работа в центре города Назрань, в офисе, зарплата в пределах 30 тысяч рублей. Также нам нужен на этот же проект исполнительный директор. В списке рабочих мест, представленных на ярмарке, большой выбор вакансий за пределами региона. Олег Фурсов отметил два важных качества успешного молодого человека – мобильность и тяга к знаниям. Вице-премьер уверен, что переезд и работа в других субъектах открывает серьезные возможности для молодежи. На протяжении двух месяцев у нас было несколько делегаций, которые рассказывали о вакансиях в других регионах. В частности, в Самарской области, например, на автовазе базовая зарплата от 60 тысяч рублей. Кроме этого, предприятие оплачивает проезд туда, частично оплачивает проживание, питание 98%, если не ошибаюсь, автоваз берет на себя. И можно купить автомобиль ниже себестоимости на 10-15%. Я думаю, для молодого человека это очень интересно, очень престижно – поработать в крупном городе, на крупном предприятии. Кроме того, с октября Самарская область ввела еще выплату подъемных молодым людям до 35 лет, которые приезжают туда, не до, а ровно 200 тысяч рублей. Уровень безработицы в регионе все еще остается высоким – около 29%. Руководство Ингушетии активно предпринимает различные меры с целью улучшения ситуации. Открываются новые объекты, реанимируются предприятия, подписывают соглашения с другими субъектами. Ярмарки вакансий – тоже один из инструментов регулирования рынка труда. Такие еще три площадки КОМ молодежи организует до конца года в Сунже, Молгобекском и Назрановском районах. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Новости 24.